Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре пройдет месячник по благоустройству. Какие задачи нужно решить с его помощью? Какие частные организации и компании примут участие в наведении порядка в городе? Как в Самаре будут обрабатывать улицы, парки и другие общественные территории от коронавируса? В нашей студии Александр Андреянов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии городского округа Самара, руководитель управления благоустройством. Александр Вячеславович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители. Зима была тяжелая, снега было много, соответственно, много сыпали песка, много сыпали соли. И вот приходит пора приводить город в порядок. 1 апреля в Самаре стартует месячник по благоустройству. На ваш взгляд, какие задачи нужно решать с его помощью? Ну, прежде всего, нужно сказать, что чисто организационно каждый год на месячник выпускаются специальные постановления. То же самое произошло и в этом году. Соответственно, главой города городского округа Самара Елена Владимировна Лапушкина выпущено 12 марта постановление за номером 135, которое регламентирует проведение месячника. Он начинается, действительно, с 1 апреля, с 1 по 30 апреля. Вот. И в этом постановлении, соответственно, ну, по сути, даны все направления, которые должны отрабатываться для того, чтобы город был приведен к летнему сезону в нормативное состояние. В соответствии с этим постановлением уже каждый район разработал свои постановления. Они уже тоже готовы. Они были готовы в середине, ну, где-то 20-х числах марта. То есть по каждому району выпущено свое постановление, где определены также задачи, рабочие группы. Так же, как и в постановлении главы, есть оргкомитет, который занимается проведением субботника и контролем за его проведением. Ну, задачи поставлены, собственно, достаточно стандартные. Привести город в порядок после зимнего сезона. То есть это очистка дорог, общественных территорий, газонов, приведение памятников и касающихся Великой Отечественной войны в порядок. То есть все-все то, что касается благоустройства. Город должен быть чистым. Надо действительно отметить, что, во-первых, к уборке территории будет достаточно большой объем. То есть порядка 56 миллионов квадратных километров будет приводиться в порядок. Из них вот 38 тысяч – это территории внутриградских районов. То есть большая нагрузка тоже ложится на районы. Порядка 6 миллионов квадратных километров от территории общего пользования у нас. Парки, сады, скверы, бульвары. Ну и 12,7 миллионов километров – это у нас дороги наши. Дороги, их элементы и, соответственно, элементы обустройства. Городские районы. Проезжая часть, газоны, да, конечно. Газоны, тротуары. Надо отметить, что действительно зима, вот еще раз я повторю, была очень сложная в этом году. По сравнению, по крайней мере, с прошлой зимой. Осадков выпало практически одинаковое количество. А вот количество холодных дней в эту зиму было значительно больше. Если в ту зиму морозы у нас стояли порядка всего лишь 20 дней, ну, за зимний период, то в этом году 82 дня. И, соответственно… Четыре раза больше. Да, практически… Интересно от вас слышать эту статистику. Это действительно так. Ну, мы и сами знаем, давайте, февральские морозы стояли достаточно. Две недели прямо очень долго. И температура у нас доходила до 30 градусов мороза, чего, в общем, давно, наверное, уже не было. Вот. Соответственно, и высота снежного покрова, например, там где-то на конец марта, была почти в три раза больше, чем на тот же период, например, прошлогодний. Ну, и снега вывезли в этом году почти, буквально сейчас, по последним данным, без 70 тысяч тонн – миллион. Вот. В прошлом году эта цифра была значительно меньше. То есть, по сути, по этому мы повторили сезон 2018 года, когда было большое количество осадков, вы помните. Хотя, вроде бы, количество осадков было и в прошлую зиму, и в эту одинаково. Еще, кстати, льда, наверное, стало больше в этом году, потому что морозы и вот этот сезон, цикл оттепель-мороз, оттепель-мороз, он вот тоже, кстати, усложняет жизнь. Да, конечно, конечно. Вот. Ну, и, естественно, при уборке дорог, при уборке общественных пространств, когда подрядчики наши занимались уборкой в зимний период, ну, много сами немножко попортили, это тоже есть, конечно. То есть, у нас пешеходное ограждение нужно восстановить в период месячника, это 204 секции. Новые пешеходные ограждения вместо снесенных, то есть, у нас есть аварии, которые, к сожалению, тоже происходят, и автомобили сносят дорожные ограждения. Сами дорожники иногда в процессе обслуживания территории тоже задевают ковшом там, то есть, вот этот. Урны у нас очень сильно пострадали, порядка 192 урн только идет к замену, а 152 урны будут ремонтироваться. Вот. Ну, понятно, что это работа по уборке всех зимних накоплений, это месячник. Очистка опор освещения, мафов, рекламных конструкций, дорожных знаков, светофорных объектов, ямочный ремонт уличной дорожной сети, которая уже, в принципе, сейчас тоже идет. Все это тоже относится к мероприятиям, касающимся месячникам, и, соответственно, приводящие к тому, что там, ну, к маю месяцу мы будем встретим летний сезон уже во всеоружии, и перейдем к благоустройству и к содержанию именно в летний период. Из организационных мероприятий, как я уже говорил, постановлением и закреплено создание рабочей группы под руководством Елены Владимировны и первого заместителя города Владимира Андреевича Василенко. Вот. Отдельно в департаментом городского хозяйства и экологии проведено совещание установочное, суть которого заключается, прежде всего, в том, что, так же, как и в прошлом году, мы пытаемся синхронизировать уборку улиц. Что это означает? Так как сферы улиц достаточно разные, те, кто обслуживает, то есть это свет, это горсвет, условно, да, газоны, там, часть горзеленхоз, общественная пространство, тоже горзеленхоз, парки, это другое, там, уличнодорожная сеть, это, например, МП-благоустройство, ну, в данной ситуации, там, покраска бордюров, обслуживание, например, светофорных и знаков объектов, это, там, другой подрядчик. Вот для того, чтобы все это синхронизировать, мы, как бы, особенно на гостевых маршрутах, синхронизируем действия всех предприятий. То есть, если, например, взять северо-восточную магистраль, заходит на нее, ну, первое МП-благоустройство, которое начинает промывать приладковую часть, убирать полностью, отмывать бордюры и так далее, ну, вот, все, что касается их, например, да, ограждения, то следом выходят рекламщики, которые очищают остановочные все павильоны, вот, потом выходит ТТУ, если там есть у нас какая-то сеть, которая обслуживает троллейбусы или трамваи, вот, горсвет, вот так, чтобы улица за, там, за достаточно короткий срок, там, ну, условно, 3-4 дня, в зависимости от размера, естественно, улицы, от ее длины и ширины, но она приходила, вот, то есть, сразу же все предприятия выходили на одну улицу, и она приводилась в порядок достаточно за короткий срок. И друг друга не решили. Да, потому что в последние годы сталкивались с тем, что там, ну, грубо говоря, помыли остановки, после этого подрядчик идет, моет уличную дорожную сеть, промывает приладковую, естественно, грязь опять летит на это. Вот, чтобы эти действия были более эффективными, мы синхронизируем деятельность всех муниципальных предприятий в этом направлении, так, чтобы работа была эффективнее, а чем она, если она эффективна и не повторяется, естественно, мы просто больше сделаем и по объему, и по качеству. Ну, собственно, вкратце я рассказал порядок, еще раз повторюсь, что самое основное у нас начинается с мойки, естественно, улиц, дальше идет по завершению мойки, ямочный ремонт, все заканчивается в конечном итоге покраской всех элементов обустройств дороги, то есть, это ограждение, стойки дорожных знаков, светофоры, опоры уличного освещения, ну, и павильоны, рекламные конструкции, все это приводится в конечном итоге уже дальше, заканчивая приедением фасадов зданий, объектов потреб рынка, вот разом, чтобы у нас улицы уже были конкурсно готовы, да. Понятно, что в рамках самой работы, эта вот работа уже началась, на самом деле, несколько раньше месячника, это идет сейчас проливка у нас водопропускных труб, очистка всех дождеприемников, дождеприемных решеток, в этом направлении работает сразу несколько предприятий, подрядчиков, в том числе, наше МП благоустройство, инженерное МП, инженерная служба, вот, идет пролив для того, чтобы те снежные массы, которые сейчас тают, соответственно, не скапливались, не скапливалась вода, и она нормально уходила, тем самым, опять же, обеспечивая, прежде всего, безопасность движения автотранспорта и безопасность самих пешеходов, ну, и удобство пешеходов. Эта работа уже началась, по сути, с того момента, как у нас, ну, устоялись, скажем так, теплые дни, это порядка уже 7-8 дней идет, хотя пролив вот решеток, он начался даже в начале марта, когда мы уже понимали, вот, шли у нас оттепи лета, да, и прежде всего, вот, весь март был сосредоточен на том, чтобы вывозить снег с низинных именно мест, там, где мы уже, понятно, есть такие, как бы, ну, не плановые места, мы сами знаем, что это места всегда подтопления, знаковые места, и мы стараемся снег оттуда вывозить, ну, я, для примера, это Литвиново, например, магистральное, то есть Мишляево, Запчениновка, да, Чекистов, где, конечно, ситуация всегда очень с этим, в этом отношении сложная, поэтому, чтобы сминимизировать неудобства наших жителей, вот, вывоз снежных масс, он начинался там, был под особым контролем, но начинался достаточно рано, хотя все равно, конечно, мы понимаем, что ситуация, вот, где-то на этот момент порядка 11 тысяч кубических метров воды уже откачана, то есть, каждый день работают порядка 12, ну, автомобили, они называются, лососы, то есть, откачивают воду, и все равно, ну, не всегда мы справляемся с ситуацией, вот, ну, всячески, то есть, работа идет постоянно в этом отношении. Александр Вячеславович, предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, и затем продолжим нашу беседу, обсудим, как мы будем благоустроивать город. Весеннее межсезонье – самое время наводить чистоту. В Самаре полным ходом идут работы на улично-дорожной сети. Улица Нефтяников, что в Куйбышевском районе Самары, в прошлом дорожно-строительном сезоне обновилась по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проезжую часть привели в порядок большими картами. От Пугачевского тракта до дома 12А по улице Стадионной. Только с этой локации за зиму городские службы благоустройства вывезли 304 тонны снега. «Мы работаем, конечно, на совесть, ну и частенько мы здесь бываем, потому что надо, здесь самые проходимые места. Но оценка, конечно, лед, везде кругом и гололед, поэтому сначала все сыпем бионурным, а потом за следом все убираем, потому что асфальт-тротуар новая, дорога новая, поэтому добим потихонечку. Мы до асфальта не достаем, мы чувствуем». Уборщики также помогают наводить порядок на пешеходных переходах. На стыке проезжей части и пешеходного перехода убирают песок, мусор, прошлогоднюю листву с газонов. Как только проезжая часть и тротуары освободятся от снега и наледина, станет время комиссионного гарантийного осмотра дорог. В первую очередь проверяют участки возле социально значимых учреждений и школ, больниц, детских садов. Особое внимание объектам с элементами благоустройства для маломобильных граждан. Проверяется наличие и целостность тактильной плитки устройства пандусов. В приемке объекта после капитального ремонта участвовали и общественники. Инвалиды-колясочники проверили, насколько удобны новые съезды и остались довольны. Такой осмотр гарантийных дорог после осенне-зимнего периода проходит ежегодно. Проверка выполняется как визуально, так и при помощи специального инструмента, например, дорожно-строительной рейки. Все замечания фиксируются в акте совместного осмотра. Дефекты подрядчикам придется устранить за свой счет. Дефекты подрядчикам придется устранить за свой счет. Александр Александрович, вот мы с вами все увидели. Если можно, я немного прокомментирую сюжет. Прежде всего, немножечко вернусь все-таки тоже к зимнему сезону, что действительно вот в условиях ситуации с COVID-19, которая у нас связана и до сих пор, которая продолжается, даже в период снегопадов, у нас все наши организации, которые работали по зимнему содержанию дорог, у нас первая очередная задача, и сам департамент постоянно проезжал, то есть освобождение подъездных путей к больницам, к поликлиникам, понимая всю значимость. Понятно, школы, все социальные объекты, завод у нас на Береговой по выпуску кислорода для поставки, то есть мы отдельно всегда за этим следили. И понятно, что зимний сезон, особенно все равно в ситуации больших зимних температур и в то же время оттепели, конечно, привел к тому, что, как обычно, достаточно город в преддверии весны, очень сильно уличная дорожная сеть разрушена в некоторых местах. У нас эта работа тоже уже началась где-то с середины марта, и она будет продолжаться весь месячник. Порядка 47 тысяч квадратных метров у нас запланировано к ликвидации аварийно-ямочного ремонта. Это разными износ верхних слоев. Литая асфальтобетонная смесь, эмульсионно-щебеночная смесь, тротуары. Вот порядка 37 тысяч квадратных метров запланировано на то, чтобы все это ликвидировать. И уже вот мы на сегодняшнюю дату порядка 11,5 тысяч квадратных метров. Правда, пока это, в основном, конечно, уличная дорожная сеть. Сейчас тротуары до конца освободятся. Мы уже переходим и на тротуары. Это как раз в самый пик уже месячника пойдет. Там и где-то перекладка плитки необходима. Вот работы идут, и, естественно, они будут интенсифицированы, когда температура пойдет больше, чем, ну, в районе 10 градусов и выше. Вот это немножко погодный фактор, конечно, тормозит. Ну, когда будет удобнее работать. Когда будет удобнее работать, но прежде всего, чтобы те материалы, которые кладутся для ликвидации ям, они потом не вылетали, через 2-3 дня, в воду не клалосят и так далее. Все, что как бы иногда нам жители претензии предъявляют. Ребята, вот там вы в лужи кладете. А с другой стороны, куда деваться? Ну да, иногда бывают ситуации, что приходится засыпать крошкой для того, чтобы это не, особенно с точки зрения дорожной сети, чтобы не создавать аварийные ситуации, особенно в темное время суток, тем более зимой темнеет раньше, и особенно если погода грязная, ну, понятно, что видимость значительно ниже, и люди могут поранить автомобиль, а это может создать в том числе и аварийные ситуации. — Александр Вячеславович, вот возвращаясь к месячнику по благоустройству, какие ресурсы технические будут выделены на сегодняшний день? — Ну, понятно, что мы на данный момент, мы сейчас полностью формируем весь тот штат автомобилей и технических средств, которые, ну, это все автомобили МП благоустройства, порядка 350 тысяч видов техники, хотя переход на летний период еще только начинается, сейчас идет перенавеска оборудования, и на самом деле смотр конкурса, готовность, смотр, вернее, готовность техники к летнему сезону у нас намечена 20 апреля, потому что по постановлению у нас 444-м правилам благоустройства зимний сезон у нас продолжается с 1 ноября начинается и заканчивается 15 апреля официально. — Как в армии? — Как в армии, да, ну, тут гибкости очень трудно проявить, поэтому... — Ну, это разумно, на самом деле. — Да, но сейчас уже мы видим реальную обстановку погодную, и, соответственно, весной оборудование начинает меняться с зимнего на летнее. Вот. В целом мы предполагаем, что по нашим подсчетам, это без привлечения населения, порядка 13 тысяч человек примет участие в субботниках. — Это большая цифра. — Да, в целом о всем месячнике. Вот. Говорим о том, что муниципальных служащих порядка 1400 будет человек, человек именно муниципальных примет участие. Порядка 10 тысяч человек — это работники муниципальных предприятий. Ну, и где-то на 1800 мы рассчитываем, что это наши государственные служащие тоже примут участие в субботниках, потому что они тоже живут в нашем родном городе. Предложения от города отправлены в адрес председателя правительства Самарской области Виктора Владиславовича Кудряшова и куратором от правительства сейчас назначено Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. То есть здесь как бы работа идет. Ну, и, соответственно, надо понимать, что ресурсы, которые будут выделены, они уже будут выделены на предприятия муниципальными в зависимости от тех территорий, которые за ними закреплены. Поэтому улично-дорожная сеть — это МП благоустройства. Скверы, бульвары у нас в основном закреплены за спецстрой зеленхозом, за нашим муниципальным предприятием. Соответственно, они этой территорией занимаются, и если им кто-то помогает, они обеспечивают полностью шансовым инструментом, перчатками, мусорными пакетами и всем тем необходимым, что нужно для уборки территории. Набережная — это, соответственно, МП Самарская набережная, парки МАО, парки Самары. Ну, дворовые и неблагоустроенные территории — это уже у нас администрация внутриградских районов и управляющая компания, которая организовывает уже, естественно, сами администрации городских округов. То есть ресурсы, ну, в общем-то, достаточно высокие. Надо отметить, конечно, опять, пока ситуация с ковидом до конца все-таки нам непонятна. Мы, конечно, будем призывать жителей поучаствовать в субботниках. Вот вопросу прямо предусвителю, да? Да. Но здесь опять мы обратились в том числе и в Роспотребнадзор за разъяснениями, как нам поступать в этой ситуации. Напомню, что в прошлом году у нас как раз начало постановления губернатора по ковиду было 31 марта, наступило, и, соответственно, прошлогодний месячник прошел силами только муниципальных предприятий. Ну, надо сказать, было тяжело. Вот одновременно, конечно, здесь у нас и уже санитарная обработка пошла, вот все, что это наложилось. Причем интенсивная санитарная обработка. Интенсивная, да, в том году и потеплее стало немножко пораньше. Вот. Очень надеемся, что в этом году ситуация с ковидом все-таки может быть полегче, и жители примут участие, соответственно, мы быстрее и, может быть, значительно качественнее территорию города очистим от зимних накоплений. А вообще, вот, кстати, какие еще меры безопасности будет, если вот уже говорить про ситуацию с ковидом? Ну, еще раз повторюсь, мы сейчас сделали запрос в Роспотребнадзор. Пока ответа окончательного нету. Ну, понятно, что перчаткой мы будем обеспечивать всех это точно, а вот маски, конечно, в данной ситуации мы будем просить, да, чтобы жители приходили сами в маски. Ну, естественно, соблюдение социальной дистанции пока никто не отменял. Естественно, будем следить за тем, чтобы работы проходили друг на друга, на удаление хотя бы двух метров. Это уже как бы вот... Но, опять еще раз повторюсь, мы ждем рекомендации Роспотребнадзора в этом отношении. Ситуация постоянно меняется. Есть, соответственно, и городской штаб, не только по субботнику, но и по ситуации по ковид-19, где Роспотребнадзор присутствует постоянно, и, соответственно, идут консультации в режиме онлайн, скажем так. Александр Челович, месячник по благоустройству традиционно это еще и субботники, это вот, ну, как бы такой символ. Сколько субботников будет проводиться? Какие задачи будут стоять перед ними? Ну, в соответствии с постановлением у нас субботников три. Это у нас 10 апреля, 17 и 24. Они условно называются 10 апреля Гагаринский. Понятно, почему у нас в этом году юбилейная дата. И в качестве одной из задач нам поставлено, чтобы мы максимально быстро привели парки города в нормативное состояние, но в первую очередь парк Гагарина и Струковский. Ну, конечно, это просто символ. Да, это символы, символы и праздника в том числе. 17 апреля у нас муниципальный, так называемый муниципальный субботник, и 24 апреля уже общегородской. При этом, уже по сложившейся традиции, у нас еще есть и средники. На средниках участвуют в основном муниципальные предприятия, муниципальные служащие. То есть это у нас, начиная с 7 апреля, каждая среда по 30-й. Да, я знаю, что традиционно сотрудники муниципалитета выходят в среду поработать. Да. Ну и, соответственно, еще раз повторюсь, то есть муниципальные служащие при этом, я имею в виду муниципальные предприятия, естественно, в период месячника работают в усиленном режиме ежедневно. Вот. В период субботников мы очень надеемся на то, что будут привлечены в том числе привлекаться или будут приходить жители города Самара. Кроме того, у нас, ну, может быть, внепланово, но месячник будем считать с завтрашнего дня, все-таки начинается. 3-го числа муниципальные служащие, муниципальные предприятия призваны к тому, чтобы выйти и провести еще один субботник. То есть мы с 3-го числа, с субботы начнем. И здесь... Это сами, вот так сказать. Это вот, да, сами. И, по сути, в рамках месячника по благоустройству мы вот как раз это, может быть, такой первый удар. То есть очистка приладковой части от зимних накоплений, рыхление сейчас, чтобы мы быстрее вышли уже там к 7-му числу уже, по сути, к началу, да, сухой ситуации, скажем так. Чтобы сухо было, чтобы снег сошел. То есть это парки, набережная, рыхление снежных валов, мусор, очистка рекламных конструкций. Вот это все уже будет проходить 3-го числа. Ну, и это, может быть, своеобразная будет репетиция, как всегда, чтобы посмотреть, где мы организационно что-то недоучли. И уже на те субботники, которые запланированы постановлением, чтобы недостатков этих уже в организационной работе не было. Ну, и вот на этот субботник у нас планируется порядка 820 человек будет выходить. Вот. И около 200 человек, около 200 единиц техники выйдет. Александр Человечевич, вот от частных какие-то компаний планируется привлечь? Есть такая возможность? Ну, конечно... Понимаешь, что это их личное дело? Да, это их личное дело, но однозначно работа над тем, чтобы их привлекать ведется. Ну, во-первых, давайте мы сразу с вами отметим, что, по сути, сейчас многие управляющие компании, это... Частники. То есть это тоже частные компании. Вот. У них просто даже в обязанность входит закрепленная за ними территория, она должна убираться. Это однозначно. Ну, соответственно, мы призываем и предприятие, идет рассылка писем с приглашениями предприятий, чтобы они участвовали в субботниках. Обычно откликается. Но вот здесь еще раз повторю, повторюсь, у нас может быть, конечно, ситуация с COVID-19 все равно повлиять вот на эту ситуацию. Ну, так или иначе, я думаю, что департаменты, каждый по своей линии, ну, работают с теми организациями, то есть задачи поставлены для того, чтобы привлечь как можно больше сотрудников и людей на субботнике. Я предлагаю посмотреть сейчас один очень интересный, очень красивый сюжет, ну, просто весенний такой. И затем продолжим нашу беседу. Пока Самара еще готовится к высоким плюсовым температурам, в теплице Самарского горзеленхоза стабильные плюс 25. Специалисты осматривают каждый цветок и готовятся к будущему озеленению города. В этом году улицы областного центра украсит более полутора миллионов однолетних растений. Среди них бегонии, питуньи, тагетиса и пеларгонии. Забота о цветах идет ежедневно. Сотрудники горзеленхоза не только поддерживают правильную температуру для растений, но бывает даже разговаривают с ними и утверждают, что так цветок вырастает быстрее. Все как у людей, когда доброе слово и забота помогают в самых непростых жизненных ситуациях. Высаживать растения начнут в начале мая, когда немного прогреется почва и позволит температуру воздуха. Общая площадь цветников составит почти 46 тысяч квадратных метров. Из них 14 тысяч высадят вдоль уличной дорожной сети. Также в честь знаковой для Самары даты – год 60-летия первого полета человека в космос – в столицу губерния установят 9 тематических ландшафтных скульптур, посвященных космической тематике. Жители Самары ждут новые сорта тагетиса, крэмбери-блонд, пеларгонии-ариста с махровыми цветами и сорт калтропикал, имеющий различные оттенки. Чтобы вырастить всю эту красоту, сотрудникам Самарского горзеленхоза потребовалось несколько месяцев. И хотя в порядочности большинство самарцев специалисты не сомневаются, в очередной раз просят жителей города относиться к высаженным растениям бережно. Мы стараемся, чтобы город был красивым. Высаживаем. Утром приходим, растений нет. Мы же хотим, чтобы всем было, все люди радовались, что у нас город такой красивый. Вдоль главных магистралей города разместят кашпо с растениями, а в местах, где ландшафтный дизайн не позволит установить традиционные цветники, будет использован метод вертикального озеленения. Горшки с цветами закрепят на специальных конструкциях. Однолетние растения будут радовать горожан около полугода, до первого снега и заморозков на почве. Ну, хороший сюжет. Хороший сюжет. И у меня главный вопрос. Когда начнете высаживать вот всю эту красоту? Ну, прежде всего, нужно отметить, что где-то порядка 45 с половиной тысяч квадратных метров будет посажено. Вообще цветников. Вот. Это, ну, практически повторяет результат прошлого года. очень большой, большая площадь. На это тоже должно, ну, затрачивается достаточно большое количество времени. И все же, вот, 10 с половиной тысяч квадратных метров, почти 11 тысяч даже квадратных метров, мы постараемся всячески посадить вот именно к дню победы и к дню 60-летия полета первого человека в космос Юрия Гагарина. Вот. Это планируется у нас, соответственно, высадить вот еще, я говорю, 11 тысяч. Ну, погодный фактор здесь, конечно, может сыграть. Ну, конечно, да, в зависимости от температуры. Ну, мы вот постараемся все это выполнить. Порядка 11 тысяч, еще раз говорю, это апрель. И к 9 мая все у нас будет хорошо. К 9 мая у нас порядка 2 и 3 десятка, да, где-то 2300 квадратных метров взойдет тюльпанов, которые посажены осенью, соответственно, 20-го года для того, чтобы они в мае взошли. И причем вот где-то полторы тысячи квадратов это вот у нас парки, скверы, набережные. И около 700 тысяч квадратных метров вдоль уличной дорожной сети. Достаточно традиционно уже и горожанам это нравится, когда уличная дорожная сеть оформлена. И, соответственно, мы это все поддерживаем и подхватываем. Что еще будет вот в целом? Где-то у нас порядка... Одна минута прямо осталась, вот прям красненько, да, Александр Ильич Ильич? Топиарные фигуры, вот еще сказали, очень интересно. Они будут обновлены у нас. И вертикальные конструкции 71. А вот 9 новых фигур мы закупаем отдельно. И у нас 6 штук. Это космический цветок, вы увидите, будет... Они размещены. Самарские космонавты, сквер, академик Кузнецова, северо-восточная магистраль, аллея Трудовой, слава, бульвар Металлургов. Одна будет в парке Юрия Гагарина, новая из нержавеющей стали с зеркальной и матовой поверхностью, фигура бесконечность. Обязательно приду, потому что я там бегаю каждое утро. Ну и две штуки у нас, полет планеты будет на Южном шоссе выставлен и на Молодогвардейской. К сожалению, время, программа подходит к концу. Да, жалко, а рассказать есть о чем еще. Ну мы с вами встретимся, давайте на субботнике, я возьму грабли, вы возьмете грабли, будем вместе приводить наш город в порядок. И приглашаю всех жителей принять участие в субботниках, помочь городу, чтобы город наш выглядел краше и симпатичнее. Ну хотя бы убрать вокруг своих домов. Это уже будет большое дело, на самом деле это уже будет большая помощь. В нашей студии был Александр Андреянов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии городского округа Самара, руководитель управления благоустройства. Давайте вместе приведем наш любимый город в порядок. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова